Для многих из нас слово «радиация» прежде всего ассоциируется с источником повышенной опасности. Но мало кто задумывается, что радиация окружает нас повсеместно. Радиоактивность и сопутствующие излучения существовали во Вселенной всегда. Радиоактивные материалы входят в состав Земли, и даже человек слегка радиоактивен, так как в любой живой ткани присутствуют в малейших количествах ионизирующие вещества. Человечество выросло в условиях именно присутствия радиации. И без нее, без какой-то части ее необходимой, человечеству будет крайне сложно адаптироваться и жить в том числе. Источники радиации могут быть как естественные, так и техногенные. Порядка 10% приходится на космическое излучение. 12% на медицинские источники – это рентген и прочие исследования. Различные природные изотопы добавляют в общую картину еще порядка 26%. Возникает вопрос, а можно ли каким-либо образом уберечься от облучения? Противостоять космической радиации бессмысленно медицинской себе дороже. Остается еще 54%. И вот как раз их воздействие и можно минимизировать. Но врага, что называется, надо знать в лицо. Это радон. Радон – это радиоактивный газ природного происхождения. Он не имеет запаха, цвета или вкуса. Радон образуется в процессе природного радиоактивного распада урана, который обнаруживается во всех видах горных пород и почве. Радон может также присутствовать и в воде. Надо иметь в виду о том, что речь идет, по крайней мере, о двух газах радоновой группы. Радон-222 и радон-220, в просторечии, называемый здоровьем. И вот за счет этих двух газов и любой человек в течение своей жизни получает львиную, подавляющую долю облучения. Когда же человечество впервые узнало о существовании этого газа? Примерно до 1900 года о радоне никому из ученых ничего не было известно. Но именно в этом году крупный английский физик Эрнест Розенфорд сказал свое слово о радоне. Это тот самый человек, который обнаружил альфа и бета-лучи, и который предложил миру планетарную модель атома. Он же и сообщил коллегам об открытии некого нового газа, химического элемента с определенными свойствами, о существовании которого ранее никто не подозревал. Альфа-частицы, испускаемые радоном, это невидимые, но коварные враги. Они несут себе огромную энергию. И хотя обычная одежда вполне защищает человека от такого типа радиации, опасность кроется в попадании радона в дыхательные пути, а также в желудочно-кишечный тракт. Альфа-частицы – это тяжелая крупнокалиберная артиллерия, наносящая наибольший вред организму. Опасные, как я повторюсь, не сам газ, а его дочерние продукты распада. То есть те вещества, мелкодисперсные, радиоактивные, висму, полоний, цивенец, которые всегда там, где находится радон, всегда будут присутствовать в воздухе. Как считают ученые, вдыхаемый человеком радон инициирует локальные ожоги в легочной ткани и стоит шестым в списке причин заболевания раком, вызывающих смертельный исход. При вдыхании происходит попадание как газа, так и дочерних продуктов в легкие, и радон уже облучается изнутри. Радиоактивный газ радон по территориям проживания населения распределен неравномерно. Сегодня составляются географические карты активности радона. Однако в каждом конкретном месте активность газа может отличаться в несколько раз в ту или иную сторону и многократно превышать предельно допустимые нормы. Кроме того, результаты замеров концентрации радона могут значительно изменяться с течением времени. Прогнозные карты радоноопасности, в частности, для города Красноярска, они есть. Если в любой поисковой системе набрать карту радоноопасности города Красноярска, выскочат несколько ссылок, которые можно посмотреть. Такие карты дают вполне наглядное представление о концентрации этого газа на территории Красноярска. Места, где радона больше всего, обозначены цветовой схемой. Как говорится, предупрежден, значит вооружен. Но что теперь с этими знаниями делать и кому они нужны? Прежде всего, строителям. Например, решили строители возвести многоквартирный жилой дом, а там повышенное содержание радона в почве. Само собой назревает вопрос, так что теперь, совсем не строить? Специалисты говорят, строить, но с умом. Еще на самых ранних этапах возведения здания в проект вносятся некоторые изменения, направленные на защиту дома от потенциально опасного газа. Прежде всего, внимание уделяют вентиляции здания и применение вентилируемых фасадов. Грунт под зданием уплотняют, возможно, применение особых геомембран и строительство противородоновых коллекторов. Казалось бы, это неминуемо приведет к значительному удорожанию сметы, но специалисты Центра стандартизации метрологии уверяют, это не так. Это будет гораздо дешевле, гораздо в плане, это не в два раза дешевле, не в три, а сотни раз. Дело в том, что когда будет стоять уже здание, и там будет много радона, избавиться от него только можно очень большими затратами. В большинстве случаев воздействию радона люди подвергаются в жилых помещениях. Радон поступает через щели в полу или неплотности на стыках полов и стен, неуплотненные технологические отверстия, поры в стенах, а также через дренажные системы или канализационные коллекторы. Существуют недорогие и простые способы замера уровня радиации в жилых помещениях. Если у вас закрались сомнения по поводу безопасности вашего жилища, то пригласить специалистов, которые измерят уровень радона в воздухе и воде, можно прямо домой. Кстати, инженеры Центра стандартизации метрологии могут измерить и общий радиационный фонд, а также фон от отдельных предметов. В результате поисковой гаммы съемки, которую прошли заранее, вы, у вас старые часы, видимо, доставшиеся в наследство от бабушки, от дедушки. Можете посмотреть, что, например, нормальный фон у вас для вашего панельного здания составляет 0,11 микроразверт в час. То есть, если мы поднесем к этим часам, циферка увеличится порядка 100 раз. И таких предметов в квартире может быть достаточно много. Их излучение суммируется и в сочетании с радоном способно негативно воздействовать на здоровье людей, проживающих в квартире. А как измерить концентрацию радона в помещении? Тут специалистам Центра стандартизации метрологии приходит на помощь современное оборудование. Всего несколько минут, и результат готов. Это прибор именно для выполнения инспекционных измерений, то есть мгновенных, с целью определения содержания радона здесь и сейчас. И если бы к результатам выяснилось бы о том, что да, радон присутствует, и его достаточно много, то есть второй этап обследования зданий, если он необходим, заключается в выполнении длительных измерений. Помимо мониторинга воздуха, специалисты проводят исследования питьевой воды. Во многих странах она поступает из подземных источников, таких как родники, колодцы и артезианские скважины. Как правило, концентрация радона в поступающих из них выше, чем в воде из поверхностных источников, таких как водохранилища, реки и озера. Наиболее уязвимы к воздействию радона в таком случае являются жители частного сектора. А вот городским бояться нечего. Дело в большой протяженности системы водоснабжения современных мегаполисов. Проходя десятки километров до потребителей, собственно, активно в ней перемешиваются. И даже если там было какое-то содержание радона, то оно просто ушло к воздуху. Конечно, радиоактивные элементы несут потенциальную опасность здоровью человека. Но и впадать в панику из-за этого уж точно не стоит. Ведь существуют многократно проверенные способы по измерению силы воздействия ионизирующих частиц и методики по уменьшению этого воздействия. И всем этим владеют специалисты Центра стандартизации метрологии города Красноярска. Редактор субтитров А.Семкин